Благословен ты наш Господь и Бог Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Мы благодарим тебя, Ишуа, за то, что ты стал живой Торой, сошедший с небес. Слава тебе и хвала. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. На этой неделе мы с вами читаем такую довольно интересную главу, насыщенную событием. Глава наша называется «Ваеце». Это книга Береши, 28 глава с 10 стиха по 32 главу, 3 стих. «Ваеце и вышел». Дословно называется наша глава «И вышел». И повествует нам она о следующих событиях. Как мы с вами помним, Яков убегает от гнева своего брата. Мать его направляет в Харан к своему дяде Лаванну. И мы видим этот эпизод, который показывает нам интересную такую встречу Якова с Богом. Она нам известна как лестница, это событие как лестница Якова, особенное переживание в его жизни. После этого мы читаем историю встречи Якова со своей, как правильно сказать, одной из своих жен. Потому что следующая история, она рассказывает о том, как дядя немножко поступил с ними правильно. И вместо Рахили подсунул ему еще одну женщину, свою Лею. И мы видим потом историю рождения детей Якова, 12 патриархов. И после этого показана история, как Яков живет у Лавана дома, как он трудится, как Бог благословляет его особенным образом. И как он становится богатым человеком. И после определенных событий мы видим, как он уходит от Лавана, причем уходит тайно. Описывается история погони, встречи, договора ихнего. И заканчивается глава, что Яков, продолжая путь, пребывает в Маханае. Вот такая довольно-таки насыщенная событиями глава. Много событий интересных. И подходя к рассмотрению нашей недельной главы, можно сразу смело заметить и определить, что данная глава является повествовательной главой. И в ней описаны определенные исторические события из жизни Якова. И также можно сказать, что это не простые события. Это не просто события, которые просто так описываются для нас. Нет, эти события, через эти события Бог говорил непосредственно в жизнь самого Якова. И через эти события Бог говорит и в нашу с вами жизнь. Наша же задача узнать, что Бог хочет нам сказать, и потом применить это в жизни. Потому что Писание, оно дано нам, чтобы мы что-то получали и применяли. Причем я бы сказал, что применить надо с пониманием того, что есть две цели. В применении есть две цели. Первая цель, она касается непосредственно нас с вами. Когда мы получаем что-то от Бога, то, что мы получаем, оно преображает нашу жизнь. Оно должно преобразить. То есть мы с вами должны применить это в жизни. Помните послание апостола Якова, который говорил, что люди, которые слушают и не исполняют, они обманывают самих себя. Поэтому наша задача услышать и исполнить, применить в нашей жизни. И это первая цель. Вторая цель, это то, что наше с вами освящение истиной, которую мы получаем из Божьего Слова, оно обязательно будет влиять, это состояние наше преображение будет влиять на окружающих нас людей. Потому что наше преображение, оно будет видно между нами с вами, внутри общины, и оно будет свидетельством для внешних. И мы знаем, что Бог говорит о нас, что мы призваны, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Итак, мы возвещаем это не только своими устами, но своей преображенной жизнью. Итак, сегодня я хочу с вами рассмотреть один эпизод из жизни патриарха Якова, вот описанный в нашей недельной главе. Давайте прочитаем с 18 стиха. «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек месту тому Вифили. А прежде имя того города было Луз. «И положил Яков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в путисиум, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил в памятник, будет Домом Божьим. И из всего того, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Смотрите, что происходит после особенного переживания, после особенной встречи Якова с Богом. Он ставит памятник и возливает на этот памятник елей. И тут, казалось бы, в этой ситуации нет ничего особенного. Такое событие Яков делает такое действие интересное. Но, если мы с вами заглянем немножко вперед в Тору, то при внимательном прочтении и знании Торы, то мы увидим, что в книге Дворим, в 16 главе, в 22 стихе, Бог говорит следующие слова. «Не став себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». И значение слова «столб» как раз имеется в виду памятник или стоящий камень. И тут может возникнуть вопрос, что же происходит? Неужели мы видим противоречие в Писании? Ведь Бог не отреагировал. Наша с вами недельная глава не показывает, что Бог как-то отреагировал на данный момент. Но тут нет никакого противоречия. Просто, друзья, я скажу вам, тем, кто не знает, потому что я думаю, что после нашего курса герминевтики студенты уже знают, как работать со священным писанием, то, друзья, я скажу, что мы, чтобы правильно понимать текст, должны понимать, что развитие Божьего плана, оно имело прогрессирующий характер. И в момент, когда Яков это сделал, были совсем у Бога с ним другие отношения, чем были впоследствии описаны отношения в книге «Двори». понимаете, что в этом расцвете мы можем сказать точно на 100%, что в развитии Божьего плана Бог остается неизменным. И вот в послании того же Якова написано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». Бога, у Бога даже нет близко тени перемены, но у Него на каждом этапе развития Его Божественного плана, на каждом этапе развития отношения с человеком есть разные требования к людям. Мы это видим, Писание нам четко это показывает, что на разных этапах эти требования разные к человеку. И мы видим, что в рамках разных заветов, опять-таки, эти требования разные, и книга «Дворим» — это уже Синайский завет. И поэтому там Господь устанавливает такие определенные правила. В нашей же главе Яков устанавливает памятник на месте встречи с Богом и возливает на нем елей, как памятное место. Для Него это особенное памятное место. И это, между прочим, пример, первый пример, когда упоминается Илей именно в качестве вот такого особенного средства, средства освящения, то есть отделения для какой-то цели, такой священной цели. Потому что для Якова мы увидим в дальнейшем, что это было не просто место. И не просто было действие. Мы видим также, что в Торе, что в дальнейшем Елей использовался для освящения храмовых сосудов. Мы видим, что Елей использовался для освящения царей и священников. И Яков же, он освящает памятник, заявляя тем самым, что это не просто камень. Для Него это был не просто камень. Для Него это было не просто место. Это было место особенное, место встречи. Мы читаем, что была личная встреча с Богом у Него особенной, которую он запомнил. И скажу так, что далее в истории жизни Якова мы будем видеть, что это место, оно будет иметь особенное действие. И не просто место, но еще и то действие, которое совершил Яков. Во-первых, уже в нашей недельной главе ангел Божий, он напомнит Якову о том, что он сделал, он напомнит ему о камне, он напомнит о возлиянии Елея на камне, когда будет выводить Якова назад из дома Лавана, назад в свою землю, в которой он должен был исполнить Божье предназначение. Во-вторых, забегая немножко вперед, получается, что уже по возвращению в родную землю, именно на этом месте Бог изменит имя Якова. Помните, Бог назовет его Израилем в перспективе. И это произойдет именно на этом месте. Это особенное место для Якова. Это место, особенное для будущего народа Израиля. Потому что судьба Якова, она связана с судьбой народа. И имя Якова, оно связано с судьбой народа. Друзья, в событиях нашей главы, которые связаны с возлиянием Елея на памятник, закладывается определенный внутренний смысл вот в этом действии. И это смысл, что освященное, освящение, причем освящение как действие, которое приносит особенный статус освященному, направляет взор человека на это освященное. Не просто так Бог в перспективе говорил об освящении, чего бы то ни было, тем самым Он хотел, чтобы человек особенным образом относился к этому. И мы видим, что Яков, он особенным образом относился к этому, к этому месту и к этому действию. И Бог также особенным образом это делал. Пережив особенную встречу с Богом, Яков, когда это было? Это было не совсем в обычный период его жизни. Правильно? Ну, как бы ситуация, он убегает, и период непростой. И он отмечает этот факт в своей жизни, факт встречи с Богом, я имею в виду, он отмечает этот факт не только в своей памяти, но он устанавливает место. Потому что, по сути, можно представить себе, что пережив встречу с Богом, Яков... Да, я пережил встречу с Богом, но он устанавливает памятник. И он понимает, что это знаковое время. Он имеет четкое понимание, раз он делает такое действие, что это знаковое время и знаковое место. И дальнейшие события показывают, что Бог также понимает это. И Бог также обращает внимание на это особенное место и обращает внимание на то, что Яков отметил это особенное место. И Бог это действие Якова, Он использует, использует в развитии своего плана. И мы видим в Торе, что, как я сказал, новое имя Бог дает Якову, и это место становится уже в дальнейшем местом жертвенника. Место жертвенника, причем жертвенника, если и до этого жертвенник ставил Яков сам, то здесь Бог говорит Якову, поставь жертвенник. Тем самым мы можем видеть, что Бог имеет это место в своем плане. Он указывает на то, что у Бога особенное отношение. Такое же отношение, особенное у Якова, но и у Бога особенное отношение к этому месту. И, конечно, стоит отметить в своем обещании, там Яков пообещал, помните, мы прочитали, что он пообещал построить Дом Божий. Он, конечно, этого не сделал, мы знаем, что он Дом Божий не построил, но, как говорят комментаторы, то своим заявлением и своей жизнью, которая как раз была связана с этим знаковым местом, что своим заявлением он положил основание, что именно в еврейском народе от его чесел будет устроен Богу Всемущему. Об этом говорят комментаторы. Что же, теперь вопрос, что же нам с вами дает эта история? Самое главное, что нам от этого? И вы знаете, эта простая история показывает того пример, что нам необходимо также отмечать наши знаковые встречи с Богом. Причем отмечать их не просто в нашей памяти, а отмечать таким образом, чтобы к ним можно было вернуться. В нашем сознании эти встречи должны быть освящены. Вот подобно тому, как это сделал Яков, они должны быть особенные в нашем понимании. Я думаю, что мы не каждый день встречаемся с Богом, но бывают особенные моменты, особенных переживаний, когда мы видим явную Божью руку в нашей жизни. И я советую, что практический момент, когда мы получаем какие-то пророчества, когда мы получаем какое-то слово от Бога, как минимум его записать. Потому что, поверьте, в нашей жизни настанет время, когда нам надо будет вернуться на это место. Я скажу, будет время, когда Бог захочет нас вернуть в это место. Потому что, если Бог является в нашу жизнь особенным образом и дает нам какое-то особенное постановление, Он не делает это просто из праздного желания дать нам пережить Его присутствие. Это говорит о том, что Его план есть для нас. И Он устрояет это проявление, явное свое проявление, чтобы мы Его запомнили. Понимаете? Но Бог будет нас возвращать в эти моменты при одном условии. Если мы будем обращать на эти внимания моменты и делая их знаковыми. Если мы сами, подобно тому, как Яков, сделаем их знаковыми в нашей жизни. Что мы, получив пророчество, мы понимаем, это от Бога пророчество. И это знаковое пророчество в моей жизни, которому я должен идти еще. В послушании, как это делал Яков. Потому что он был послушный. Можно было ему не поступить, как Бог говорил. Можно было. Но Он это делал. Посмотрите, Бог возвращает Якова, как я сказал, непростой период жизни. И период страха перед возвращением в родную землю. И встречу с братом, который желал его смерти, как мы знаем, в начале всех событий его. И нам важно возвращаться к моментам особенного проявления Бога в нашей жизни. Как раз вот такие моменты. Для нас это будет особенным вдохновением. Для нас это будет особенным ободрением. И мы сможем увидеть, что у Бога есть план. У Бога есть план на нашу жизнь. Причем план показанный, как было это с Яковом. И Он на протяжении трех встреч, когда Он возвращает Якова назад к этому месту, это связано с первым переживанием, в которое Бог с ним говорил. Еще один короткий момент, на который я хочу обратить внимание, это показывает, что вот эти вот знаки, знаковые моменты в нашей жизни, при условии нашего правильного к ним отношения, формируют в нас правильную ответную реакцию. Если мы обращаем на них внимание, если мы заостряем на них внимание, то наша реакция будет правильна. Посмотрите, Яков, пережив вот эту особенную встречу с Богом, устанавливает памятник, возливает на него или освещает это событие, это место. И что Он делает? Он говорит, Я дам тебе десятину от того, что у меня есть. Интересно, что в этот момент еще не было от Бога повеления о десятине. Но тут показана правильная мотивация сердца человека. Видите? У человека, пережившего встречу с Богом, и эта правильная мотивация, она выражается именно в благодарности. Она показывает нам правильную мотивацию. В принципе, эта история показывает нам правильную мотивацию в отношении наших десятин. Посмотрите, если мы, как ученики Мессии, я уверен, что каждый из нас пережил, как минимум, одну знаковую встречу с Богом. И эта знаковая встреча с Богом была намного больше, чем была знаковая встреча с Богом у Якова. Потому что в нашей с вами встрече Бог Духом Святым поселился в наши сердца. И наши благодарные сердца могут отвечать Богу. Яков показал нам пример. Наши десятины – это ответ на знаковые встречи, на знаковые переживания. Мы все прошли это переживание. И это важный момент. Поэтому заканчивая, хочу сказать, давайте помнить всегда эти моменты. Давайте будем их запоминать. Давайте будем их светить в нашем сердце. И эти памятники, напоминания, Бог обязательно будет использовать в нашей жизни, если мы будем их помнить. Баруха Шем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok